Ну что ж, я надеюсь, вы готовы увидеть, что же происходит на Луне, и если да, то поехали! Собственно, подтверждаем состав и идем на Луну. Итак, как мы можем судить, кстати, на Луне, по-моему, нет никаких полезных ископаемых, поэтому... Нет, я, конечно, могу проехаться, посмотреть, но... Вообще, по идее, на Луне мы должны прям-таки порхать от наших двигателей, учитывая притяжение. Очень красивый вид на землю, на самом деле. Сделано это довольно классно. Мы видим, что где-то сбоку от нас находится что-то враждебное. И этого чего-то враждебного там довольно-таки много. Давайте же исследуем, что это. Так. Как я люблю говорить, экспириенса много не бывает. Так вот, почему турели Альянса атакуют машины Альянса. Впрочем, как нас убедили, все очень просто. И на самом деле заключается лишь в том, что... Ну, скажем так. ИИ захватил всю базу Альянса. И теперь управляет всеми защитными сооружениями и прочим. Прочим, прочим, прочим. Что есть, собственно, на Луне. И это очень плохо. И нам нужно его, собственно, отключить. Ничего сильно сложного в этом нету. Поэтому мы этим сейчас и займемся. Единственное, сделать это относительно аккуратно. Ну, вы знаете, что я имею в виду подотносительно аккуратно. Это, как всегда, косорука. Кособока и весело. Ай, все-таки попали к меня. Ну, ладно. Будем стараться их уничтожать все-таки побыстрее чуть-чуть. Все. По 300 опыта это... Ну, по 250 опыта это немало. Поэтому я думаю, что есть смысл все-таки вот так вот. Чуть-чуть раздалбывать вот такие места. Их не сильно сложно убивать. Но почему бы нет. Дали мне одно очко. Всего лишь. К сожалению. На 38-м уровне. Печалька даже какая-то. Так. Тактическая броня. Снижает получаемый урон. Увеличивает прочность. Почему бы и нет. Так. Боевая броня. Почему бы и нет. Будет и два танка у меня. Все-таки. Наконец-таки. Возможно. Стоит на это только надеяться. Вот там, кстати, вдалеке мы видим солнце. Вот там землю. Все круто и весело. Здесь три башни вооружения. Не три. Больше. Чуть-чуть. Шесть. Если быть точным. Все-таки попал под меня. Так. И последняя. Оп. Готово. Ну что ж. Нужно посетить все три комплекса. И отключить всю эту гадость. Насколько я помню. Чем мы сейчас с вами и займемся. Людей мы здесь, по-моему, не встретим. Хотя я в этом не уверен. Отлично. Как-то так. Отлично. Куча вещей мы все время подбираем. Кучу-кучу вещей. Сохраняемся, как всегда, конечно же. Так, раз это у нас ходячие турели, иначе против них мы должны использовать и не яд, а что-то более истинное. Например, наш дробовичок, который, по-моему, и делает пробитие. Вот. Ой, Гарлс, ты что, прилег отдохнуть, что ли? Тьфу, Гарлс, Рэкс. Гарлс тут прилег отдохнуть. Уже рядом, в принципе, но... Эм. Ну, наконец-то. Ребята, вы вставайте, собираетесь, нет? Да, отлично, хорошо, замечательно. Так. Давайте подхилим, что ли, ребяток. А то они что-то как-то совсем огорчены. Чуть-чуть. Контрольная точка. И нам здесь нужно уничтожить вот эти модули ВИИ. А через вентиляцию в систему бункера пытается токсичный газ. Но тут, увы, и есть маленькая проблема. По крайней мере, что касается меня, к его сожалению, я не подвергнут токсичным газам, так как я отхиливаюсь, как и вся моя команда, искусственно говоря. Так что... Проблемка у него. Индикаторы на оптических майнфреймах загораются, и газ, вот первые три вычислительных блоков, которых на ВИИИ, отключены. Замечательно. Просто замечательно. Так. Насколько я помню, здесь вроде бы, кроме... Нет, здесь вообще нету ничего. Ладно, тогда выходим на выход. На выход, на выход, друзья мои. Надо будет с древовиком здесь посидеть, покумекать, как и что. Уничтожаем все в такой ярости. Ладно. Выходим. Переезжаем к следующему месту. Миссия недолгая, но... В общем, для того, чтобы повеселиться, хватает. Так, сохраняемся. Сохраняемся. Спасибо. Ручное отключение. Твою налево. Твою налево. В последней секунде. На Геннату взял. Неплохая штученция. Мм. Так. Запертый ящик опять-таки. Отлично. Лавина. Тоже замечательно. Сойдет, как говорится. Ладно, сейчас будем опять помирать чуть-чуть. Призываем их все к себе. Отходим чуть-чуть назад. И через некоторое время они сами на нас, собственно, не выйдут. Хрена себе, там что-то взорвалось. Отлично. Здесь это было попроще, чем в прошлый раз. Ау. Ну ладно. В общем, его убили. И на том спасибо. Дайте угадаю. Опять какая-нибудь кислотная хренотень сейчас будет в меня пущена, да? Сохраняемся на всякий случай. Кинетические барьеры? Проблемка, не правда ли? О. Получили доступ к информации. Отстаньте от меня с этими барьерами. Боже ты мой. Успокойся уже. Не светит тебе выжить здесь, подруга. Не светит, понимаешь? Без вариантов. Получили уничтожены. Ну вот еще у одних. Мину свои. Интересно, сохранились ли больеры? Больерчики. Сохранились, к сожалению. Ну, их не так сильно уничтожать сложно. Поэтому ничего страшного. По крайней мере, два из трех отключены. Это так главное. Что же будет в следующей? Следующей веселой части. Что же ждет меня там? Я, к сожалению, не помню, что меня ждет. Потому что я даже не помню, проходил ли я это все. По-моему, я знал, что на Луну можно высадиться. Но я не помнил. Ну, точнее, я этого, по-моему, не делал. Насколько мне не изменяет память, конечно. Ага. То есть вот так вот, да? Быстрое сохранение при этом не удалось, да? Ну, ладно, ладно, ладно. Тогда будем взломать все на скорость. Запертые ящики. Да, здесь сохраниться уже, к сожалению, не получится. Достаем свой трубовичок. Просто-напросто уничтожаем все и все. Надеюсь, что они не будут мешать мои же ребята. Видимо, две ракеты в морду получить, это все-таки больно. Мне придется опять отсюда аж бежать. Нет, не ваншоты я там на них. Делится почти, но нет. А раз почти, но нет, значит, все хреново. Открывать надо заново. Круто. Киня, барьеры, это круто, да. Спасибо. Это прям то, что нужно. Ну, хоть здесь сохранился. Теперь хоть уничтожать все это не придется. Если вдруг что-то пойдет не так. Ладно. Бежим, 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 бежим. Хотя, по-моему, с дробовика они с первого раза разлетаются, да? Ну, насколько я понял, по крайней мере. Да. Надо просто с дробовиком бегать. Замечательно. На всякий случай здесь сохранюсь. Чтобы еще и это не пробегать. Я не знаю, почему я, кстати, там не сохранился внутри этого. Вообще должен был быть. Сохраненка. Сохраненка. Как Аленка. Окей. Но сохранение не удалось, как видите, опять. Твою мать. Твою. Армагеддон. Кабум. Дешифровка. Ой. Я даже не знаю. Не получилось. Давайте за унигель тогда открывать. Нафиг. Просто нафиг. Встану. И буду стоять, пока мои идиоты разбираются со всем этим. Даже вот здесь вот встану лучше. Рекс, вот ты бы ушел бы к фигам, а. Да ладно. Откуда он мне? Ну что ли? Тут жесть, конечно. Тот момент, когда мои балбесы стоят. В общем, да. Ничего хорошего нет. Что-то вот эти ракетчики прям вообще безумные. Самую малость. Быстрое сохранение не удалось. Замечательно. Так, не-е-е-е-е. Так не пойдет. Давайте тогда с этой фигней. Отключенное отключение. Сейчас вообще очень читерно было. Но правда здесь другая фигня попалась. В тот раз девятая. А в этот раз, видите, какая-то мелочь попалась. Нафиг не нужная. Ну, типа вот этому мстителю было нужно. Но оно не было. Так. Вы оба два. Давайте, пожалуйста, займите боевые позиции обороны. Вот. Ну что, есть кто? Ух! Как рвануло-то. Да ладно. Опять ваншотом. Что за фигня-то, ёпперс это. Это реально какая-то хрень, ребят. Просто. Так. Сохранимся здесь тогда. Подолбаем электроузлы, не знаю. Как бы ни хрена ничем не поможет, но... Ладно, почему бы нет. Потому что вот здесь он не хочет сохраняться. Хоть убей. Ладно. Чисто в теории они сейчас на нас все будут выходить. Если я этим двум балбесам прикажу спрятаться. А я надеюсь, они спрячутся. И ну их нафиг, я буду их ждать здесь. Серьезно, мне надоело перепроходить. Ну теперь отходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Долб! Твою мать! Как так-то? Просто, я не знаю, это вообще жесть какая-то. Та, двс, адамия. Не тоже начинает маус поднаедать, если честно. Так, окей. Попробуем пройти по-другому. На фаст-трайне, как вариант. Попробуем пройти по-другому. Жукова, да? Главное так или иначе избавиться от ракетчиков. Фу! Е! Да, надо было сразу на фаст-трайне проходить. Ммм. Вот так, когда сидишь за одним уголочком, как-то оно больно чуть-чуть. Самую малость. Здесь было жёстко. Даже неожиданно как-то. Производство включило дополнительных охранных дронов. Ну, не зря я решил эту в последующую очередь открывать. Так, ясно-понятно. Замечательно. И... Надеюсь, сейчас не всё. О да, импульс белого шума. Почти я глушил вас на экране вашего шлема. Вы видите группу нулей, единиц, ноль, один. Ну, короче, вы прочитаетесь, кому надо. Всё повторяется снова и снова до тех пор, пока они вспыхивают, чтобы затем погаснуть индикаторы последнего блока. И получена специализация. Ваша специализация заменит ваш основной класс в разделе умений меню отряда. Значение умений вашего класса переходит в вашу специализацию. А бонусы, получаемые при каждом новом уровне специализации, можно насмотреть в меню отряда. Ударный боец, спецназовец, увеличивает здоровье. Выберите класс специализации. Так, для уничтожения противника спецназа предпочитают использовать не грубую силу, а точные смертоносные удары, увеличивает урон от всех видах оружия, увеличивает умение иммунитет, меткая стрельба, уничтожение. Ударный боец. Ударные бойцы превосходно натренированы, что позволяет им безукоризненно справляться с любыми боевыми ситуациями, увеличивает здоровье, увеличивает защиту от урона, увеличивает иммунитет барьер и прилив адреналина. Я думаю, что поставлю урон от всего оружия, нежели что-то другое. Дали нам это, если я не ошибаюсь, за то, что мы достигли 40 уровня. И как-то вот так вот. Вот. И теперь у нас спецназовец увеличивает урон от всего. Прям такие крутые бойцы. Так что все круто. Ну и мы выполнили эту гребаную миссию. Теперь луна безопасна для всех и каждого. В тот момент, когда ты сам для себя закрыл дверь. Замечательно. Просто замечательно. Так. Вот у нас есть броня. Легкая броня колосс. Которая лучше, чем та, которая у нас есть. Замечательно. Просто замечательно. Ладно. Окей. На тебя... Я смотрю, у нас ничего нет. На тебя есть. Но просто посмотреть. Ох ты ж какой! Прям... Бронебойный-то весь, а. Прям крутой костюмчик. Но нет. Все-таки я тебе... Поставлю обратно вот эту броню. Потому что она все-таки... Лучше. По многим параметрам. Так. Скорость восстановления щита. Прочность. Давайте сделаем все-таки получше. Потому что ты у нас какой-то прям совсем слабенький. Так. Ну и себе тоже поставим. Такую же. Генната винтовка. Навряд ли мы найдем себе что-то более... Крутое. Сканер. Седьмого уровня. Стабилизатор стрельбы. Можно поставить следующего. Уровня. И... Патроны. Полоиниевые. Следующего тоже уровня поставим. Замечательно. В принципе все. Надеюсь меня все устраивает. Теперь мы будем в красненьком таком... Костюмчике бегать. Прикольно. У него какие-то рубочки там... Торчат. Из башки. Да и выглядит он, кстати говоря, довольно прикольно. Ну а что? Чисто такой спектр. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно. На самом деле я думаю, что это было хорошее задание. Но зараза сложная. Я тут умирал целых три раза. Это прям вообще нихрена не круто. Ладно. Давайте вернуться на Нормандию. Вернулись. Замечательно. И сейчас мы с вами на Луне собственно все сделали. По идее больше здесь ничего интересного мы не сделаем. Я предлагаю впоследствии отправиться как вариант на цитадель. Но если честно, я не знаю, что там меня может интересного ждать. Поэтому такое... Сложно сказать. Ну не знаю, стоит ли мне отправляться уже на цитадель или нет. Я, если честно, даже не знаю. У нас постоянно будет открываться новые интересные места, где бы нам побывать. Я думаю, что в ближайшее время мы отправимся на Тауэрт Эмидды. Ну а сегодняшняя серия будет такой вот коротенькой. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. И пока-пока, мои дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok